Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы поговорим о том, какие именно обвинения выдвигают правоохранительные органы США руководителю компании OneCoin Константину Игнатову. На моем канале я публикую различные новости, касающиеся инвестиционных компаний, поэтому, если хотите быть в курсе, подписывайтесь на канал. 8 марта на сайте Министерства юстиции США по Южному округу Нью-Йорка был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось об аресте Константина Игнатова, руководителя компании OneCoin, в аэропорту Лос-Анджелеса. Сначала некоторые партнеры компании OneCoin опровергали данную информацию и заявили, что это фейк, но спустя несколько дней сама компания OneCoin на официальном сайте опубликовала пресс-релиз касательно ареста Константина Игнатова на территории США. В переводе на русский данный пресс-релиз гласит, официальное заявление OneCoin относительно публикаций об аресте Константина Игнатова на территории США. OneCoin и партнеры компании хотели бы прокомментировать сообщения, которые появились в последнее время об аресте Константина Игнатова на территории США. На основании информации, опубликованной властями США, мы поняли, что идет расследование по обвинению в покушении на банковские махинации. Мистеру Игнатову не было формально предъявлено обвинение в совершении преступления и на него распространяется презумпция невиновности. Если ему выдвинуто обвинение, то он сможет отстаивать свою позицию перед американским судом. Прозрачность – это одна из главных ценностей OneCoin, и мы твердо следуем этому принципу. Мы всегда говорили о своей готовности быть открытыми с регуляторами и СМИ и просим такого же отношения к нам. Поэтому мы настоятельно просим средства массовой информации воздерживаться от спекуляций и преждевременных выводов о расследовании в США, пока не будет доступна больше информации. Таким образом, компания OneCoin подтвердила информацию об аресте Константина Игнатова, но в то же время заметила, что мистеру Игнатову не было формально предъявлено обвинение в совершении преступления и на него распространяется презумпция невиновности. Если ему выдвинуто обвинение, то он сможет отстаивать свою позицию перед американским судом. Ну что ж, как говорится, флаг в руки. Как выразился один из партнеров OneCoin, наверняка в Штаты уже выехала целая армия адвокатов. Поживем, увидим, что эта армия сможет сделать в данной ситуации. По факту, сегодня у нас 26 марта, а арест Константина состоялся 6 марта, то есть прошло уже 3 недели, 20 дней, но пока, насколько я понимаю, Константин еще не на свободе. И даже если армия адвокатов выехала, пока их усилия не увенчались успехом. Итак, в открытом доступе появился следующий интересный документ. Ссылку на этот документ вы можете найти в описании к данному видео. Кристофер Демас, Николас Фолли, помощники прокурора Соединенных Штатов. Джульетта Лозана, специальный помощник Соединенных Штатов. Кому? Вашей чести, Деборе Фриман, магистратский судья Соединенных Штатов, Южный округ Нью-Йорка. Дело Соединенные Штаты Америки против обвиняемого Константина Игнатова, ни больше, ни меньше. Итак, обвинение. Нарушение статьи 18 Кодекса Соединенных Штатов, пункт 1349. Место нарушения Нью-Йорк. И дальше я вам представлю перевод данного документа. Но поскольку документ достаточно длинный, пока только первая часть. Также имейте в виду, что документ написан весьма таким сложным юридическим языком. И временами перевод может казаться корявым, но это просто связано со спецификой юридического языка. Рональд Шимко, находясь под присягой, сообщает, что он является специальным агентом Федерального бюро расследований и декларирует следующее. Обвинение первое. Покушение на банковские махинации. Примерно с 2014 года до марта 2019 в Южном округе Нью-Йорка, а также в других местах, подозреваемые Константин Игнатов и другие известные и неизвестные лица, осознанно и умышленно, имея общий замысел и намерение, по предварительному сговору нарушали статью 18 Кодекса США, пункт 1343. Цель сговора заключалась в том, что подозреваемые Константин Игнатов и другие известные и неизвестные лица, осознанно и умышленно разрабатывали и внедряли мошенническую схему с целью обмана и присвоения средств и собственности с помощью ложных и вводящих в заблуждение утверждений и заявлений, которые распространялись по проводной, радио и телевизионной связи на уровне между штатами и между государствами в виде текста, знаков, сигналов, картинок и звуков с целью осуществить данную мошенническую схему. Таким образом, Игнатов и другие распространяли и способствовали распространению ложных утверждений, с помощью которых людей по всему миру, включая Южный округ штата Нью-Йорк, призывали инвестировать в ванкоин, предполагаемую криптовалюту и указывали переводить средства на счета ванкоин, тем самым осуществляя банковские переводы между штатами и государствами с целью осуществить инвестиции в ванкоин. Статья 18 Кодекса США, пункт 1349. Основанием для изложенной информации моих обвинений, в частности, является Я в данный момент являюсь сотрудником Нью-Йоркского офиса Федерального бюро расследований и занимаю эту должность примерно с марта 2016 года. Во время прохождения практики ФБР я участвовал в различных расследованиях мошеннических схем с ценными бумагами и банковскими переводами, банковским мошенничеством и отмыванием денег. Мои показания, данные под присягой, помимо других источников информации, основаны на 1. Том, что я знаю лично. 2. На информации, предоставленной чиновниками из Офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, налоговой службы, ФБР, Офиса окружного прокурора Нью-Йорка, участвующих в том же самом расследовании, общее название «следственная группа» или просто «группа». 3. На исследовании общедоступных рекламных материалов ванкоин. 4. На информации, полученной от следственных органов из других стран на основе Договора взаимной правовой помощи ДВПП и запросов властям других стран. 5. На информации, открыто опубликованной на сайте ванкоин и его материалах. 6. На информации из открытых источников в интернете. 7. На информации из видео, опубликованных на youtube.com, компанией ванкоин и ее участниками. 8. На моем участии и участии других членов группы во взятии свидетельских показаний. 9. На основании доказательств из email-переписок, рассылки повесток, запросов по ДВПП и обысков, проводившихся по решению суда. 10. На изучении и анализе различных банковских счетов, включая данные, полученные от международных следственных органов, ввиду запросов по ДВПП и других запросов зарубежным властям, которые делали члены команды. 11. На основании моего обучения и опыта в расследовании финансовых преступлений. Поскольку данное заявление под присягой подготовлено с целью установить достаточное основание, я не стремился указать абсолютно каждый факт, который я узнал в ходе данного расследования. Если в данном документе упоминаются сообщения и события, они имеют отношение по существу и частично. Когда в документе называются даты, цифры и расчеты, они являются приблизительными. Обзор. Как объясняется подробнее ниже, подозреваемый Константин Игнатов в настоящее время является топ-лидером OneCoinLTD, компании, которая якобы занимается продвижением криптовалюты, но по результатам нашего расследования являющейся мошеннической схемой. OneCoinLTD была основана в 2014 году и продвигает предполагаемую криптовалюту OneCoin по системе многоуровневого маркетинга. Члены OneCoin получают комиссионные за привлечение тех, кто приобретает пакеты криптовалют. Система многоуровневого маркетинга способствовала быстрому росту участников OneCoin. Данные, которыми располагает следственная группа, показывают, что только в промежутке между четвертым кварталом 2014 года и третьим кварталом 2016 года OneCoin создала товарооборот 3,353 миллиарда евро и получила прибыль в размере 2,232 миллиарда. OneCoin продолжает действовать и сегодня. Подозреваемый Константин Игнатов является братом Ружи Игнатовой, основателя OneCoin, которая являлась топ-лидером компании, пока не исчезла из публичного пространства в октябре 2017 года. Согласно материалам, имеющимся в публичном доступе, начиная с конца 2017 года, Игнатов стал занимать руководящий должности OneCoin, поднявшись на лидирующую позицию к середине 2018 года. Расследование показало, что до того, как стать лидером OneCoin в конце 2017 года, Игнатов выполнял обязанности помощника Ружи. С декабря 2017 года подозреваемый Константин Игнатов действовал как руководитель, маркетолог и спикер компании OneCoin, выступая на мероприятиях OneCoin OneLife в Таиланде, Колумбии, Аргентине, Бразилии, Парагвае, Болгарии, Франции и Испании. Расследование показало, что выступая в данной роли, Игнатов вводил инвесторов в заблуждение относительно структуры, ценностей использования OneCoin и предстоящего публичного размещения. Итак, это только первая часть переведенного документа. Продолжение будет не менее интересным, поэтому, если хотите быть в курсе, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.